Ну что, друзья, второй урок. Скорость на футворке. Погнали! На этом уроке я затрону такую тему, именно вот о чем я думаю, когда я думаю о повышении скорости футворка. Это, в общем, словосочетанием мелкие движения. Мелкие движения. Будут два пункта. Итак, основной это то, что вы пытаетесь свой футворк чуть-чуть скомпоновать, как бы ужаться. О чем я говорю? Колени сближаем друг к другу и чуть-чуть поджимаем ноги. Еще раз. Колени друг к другу и поджимаем чуть-чуть ноги. То есть представьте так, что у вас колени магнитятся друг к другу, и вы в каждом положении держите их вместе. То есть если у вас вот посадка, даже когда вы делаете смену, вот коленки вместе. И то же самое сзади. То есть есть уже не вот так, как я показывал на первом уроке, базовую посадку, а я чуть-чуть сжимаюсь и колени сжимаю. Получается как бы такая вот разножка. И пробуем двигаться теми же базовыми движениями, базовыми шагами, поворотами, но учитывая вот эту особенность посадки. Попробуем. То есть за счет того, что амплитуда стала меньше, нам теперь нужно гораздо меньше времени на выполнение одного и того же движения. Если вы чувствуете, что с ходом выполнения движений форма не теряется, то есть колени не расходятся, да, ноги не выпрямляются сильно, пробуем увеличивать скорость, увеличивать скорость и держать форму. Эта методика, ребят, не направлена на то, чтобы вы все время так танцевали. То есть это один из методов повышения скорости, который потом, когда вы вернетесь к своему обычному стилю футворка, да, так скажем, который позволит его как раз вывести на новый уровень. То есть если вы почувствуете скорость именно вот здесь и привыкнете к ней, то когда вы вернетесь к своему обычному футворку, вы почувствуете, что он также у вас станет немножечко, но уже быстрее. И как вариант, если кому-то, например, понравится такой стиль, да, например, узкий круг, как показать себя во всей красе, пожалуйста, вот это как раз степь обитания такого стиля. В узком кругу можно как раз показать формы и движения, использовать эту технику. Итак, следующий способ. Мы берем одно движение и зацикливаем его несколько раз. То есть одно движение не именно целиковое движение, да, то есть не надо шесть шагов зацикливать, а именно берем из шести шагов один шаг и зацикливаем именно его. Например, самый классический вариант, чтобы вы меня поняли, это когда делают шаффл. Вот, это как раз то, о чем я говорю, вот шаффл, да, раз, и вот у нас один шаг зацикливать. Даже можно еще больше зациклить, вот. Только вы берете не конкретно этот вариант, так как это всем известно, всем понятно, многие учат это как базовое движение. Но вы берете для себя какое-то, например, новое движение или берете другое базовое движение, на котором вы так не делали, и пробуете делать. Следующее, которое на ум после шаффла приходит, это кик-аут. Просто сделать не именно на две ноги, а попробовать просто на одну ногу сделать много раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Что еще можно сделать? Опять же, какие-то зацикливания, когда у вас ноги сзади. например если вы обходите на футворке и я в одну смену и снова вернулся то есть как будто я попал в какую-то петлю и потом из него выбрался попробуйте просто в одном выходе поделать эту технику несколько раз на разных движениях просто на фристайле попробую опять же когда я тренируюсь я не делаю сразу на скорость потому что я сначала услышал технику осознал попробовал а когда уже я понял у себя в голове и тело попробовала тогда только вы пробуете делать это на скорость итак два на мой взгляд несложных способа уже помогут без труда поднять скорость вашего футворка на новый уровень опять же ребят тренировки повторения все зависит от вас домашнее задание с первым способом когда вы ужимаетесь до свой футворк колени сводим ноги чуть поджимаем задание будет такое сделать раунд можно только футворковый можно по просто любой сет сделать но мне важно чтобы вы могли с этой стилистики зажатой переходить на обычную раскрытую комфортную вам и снова возвращаться то есть вы должны уметь контролировать и завязывать новый материал с уже готовым с уже каком каким-то вашим foundation это что касается первого способа а второй способ это также вы находите какие-то движения допустим скажем так два из базовых движений а два из движений которые уже есть у вас либо если их нету то возьмите любой базовый футворк который вам нравится например фор степ не такое популярное движение и попробуйте выбрать один из шагов и зациклить его два базовых два либо ваших либо базовых но не популярных базовых движений присылайте видео ребята дам развернутые советы всем удачи ребята работаем развиваемся